Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на начало прохождения нового сталкера на моем канале. И, конечно же, это сталкер Чистое Небо, в общем-то, буквально меньше недели, насколько я помню, прошло после того, как я закончил проходить Тень Чернобыля, и вот я решил особо не... Были разные мысли, вроде как бы и не хотелось затягивать с другой стороны, чтобы подряд это делало, короче, я считаю, что прям оптимально, Поэтому, ребят, я очень сильно надеюсь на вашу поддержку видеолайков, потому что комментарии под предыдущими видео, вот после того, как я прошел Тень Чернобыля, под всеми остальными видео практически, ну, невозможно пройти, чтобы не встретить комментарии Санек, где вообще Тень Чернобыля, почему ты не начинаешь? Поэтому, пацаны, я очень рассчитываю реально на вашу поддержку видеолайков. Давайте, перед тем, как мы начнем, честно, мне, я, я, вот мне страшно. Объясню, почему, потому что, когда я проходил Тень Чернобыля, многие писали, что, бля, походу, Саньку типа пиздец, когда он будет проходить Чистое Небо, Потому что, как я понимаю, эта игра во всех планах будет сложнее. Короче, ребят, не знаю, что-то как, будем пробовать, соответственно, единственное все, что я вообще знаю про Чистое Небо, это то, что это как бы приквел, То бишь, события этой игры происходят до тех событий, которые были в Тени Чернобыля. Соответственно, ребят, ну что, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, мы сейчас начнем, Но единственное, что я еще хочу сказать, ребят, давайте обойдемся без всяких неделей Сталкера. Значит, просто, опять же, я себе тоже как установку дам, если все будет по плану, а должно быть все по плану, То серии будут выходить и так, либо через день, скорее через день, либо каждый день, но такое тоже будет. Поэтому давайте вот такой вот график зафиксируем, и, в принципе, так же душевненько пройдем Чистое Небо. Как говорится, друзья, эх, если б то помог, поэтому я надеюсь, что будут какие-то снова такие локальные мемы в этой игре. Короче, ребят, ну что, мы приступаем. Фух, как-то, знаете, как-то, как-то волнительно, если честно. Значит, опять же, безумно буду рад вашим подсказкам, каким-то основным, да и не основным. В общем, пишите в комментарии вообще, что мне может помочь, потому что, знаете, Ну, вы, если смотрели прохождение Тени Чернобыля, то вы, в принципе, знаете. Так, ребят, что касаемо уровня сложности, вопрос очень интересный, потому что, с одной стороны, вроде хочется сделать левел-ап и начать проходить эту игру на сложности ветеран, но, с другой стороны, вы знаете, как я много тупил, это мягко сказано, в Тени Чернобыля, поэтому все-таки я считаю, что более реально будет, если я выберу сложность сталкер. Ну и, как я понимаю, по сути, можно ее поменять будет по ходу игры, этот уровень сложности. Короче, ребят, все, нет времени объяснять, мы начинаем проходить сталкер Клиер Скай. Ну что, знакомые эти самые кадры загрузки, только другие уже скриншоты какие-то на фоне. Так, ну что, поехали, 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 ребят, поехали, поехали! Так, собачки, от которых мне придется очень много бегать. Как обычно. Убежала собачка. Кстати, я совершенно не вижу причины волноваться. Согласно результатам наших исследований, Это Сахаров? Не раньше, чем через 2 месяца и 4 дня плюс-минус 7 часов. Голос его просто. Интенсивность его составит 3 балла по шкале Бергмана, что 2,13 сон. Это Стрелок, да, я так понимаю? Или нет? Уже, уже, сейчас предположения, блядь, неправильные будут. О, все, пизда. А что тебе, похуй? Интересно, я куплю костюм за столько в этот раз? По-моему, это то, что происходит за полгода до событий в Тень Чернобыля. Начался какой-то пиздец. Все, что я понял. Так. Опа, опа, опа. Миру чистое небо. Так. Ага. Интересно. Просит. Так, какой-то Лебедев, какой-то там Калачев или как-то вот он. Я фамилию не запомнил. Так. Короче, пизда нервишком, да? Опа. Бля, графон поприятнее прям чувствуется, да? В Тень Чернобыля там другой движок X-Ray был, насколько я знаю. Прям приятнее, приятнее, пацаны. Это хорошо. Так, Лебедев какой-то. Все за Лебедев. Пока мышку не могу крутить. А где Сидорович? Ну что же, с возвращением на этот свет, сталкер. Как собрадствие. Так, голова разламывается, в глаза круги плывет все, елки. Помню, что с тобой произошло. Так, помню, что вел экспедицию ученых в сторону болота. Значит, это был не стрелок, потому что мы же не за стрелка, по-моему, играем. Потом, потом был выброс. Так, потом все. Это я в раю или в аду? Что за частилище? Или это частилище так на зону похоже? Шутишь? Это хорошо. Значит, жить будешь. Моя фамилия Лебедев. Я начальник группы и отвечаю здесь за все и за всех. Из-за тебя, кстати, пока ты тут. Себя мы называем Чистое Небо. Сейчас ты на нашей базе. Ребята подобрали тебя на болотах после выброса. Так. Вот как. Повезло мне, значит. Повезло? Не думаю. Вот факты. Ты выжил после выброса. Это первое, что я никак не могу объяснить. Второе. Наш патруль наткнулся на тебя на болото. А это бесконечные топи. Мы в тропках и сами не всегда уверены. И третье. Тебя едва не растерзала стая псевдо-собак. Ребята подоспели в самый последний момент. Эта цепь событий непростое везение. Ладно. Прервемся на время. Приходи в себя, а мне нужно закончить работу. Угу. Так. Ну, в целом, я понял. В целом, я понял. Короче, Чистое Небо. Это главное у них Лебедев. Меня нашли после этого выброса. Так, а что, как передвигаться я... Не могу. Это нормально? Почему? Мышка не работает. О, встал, встал, встал. Пошел. Дал, дал, ушел. Так, как раз хрена так. Че, F6 на всякий случай сразу? Так, слушай. Приятный худ, приятный. Надо теперь думать, что тут как. Так, пообщаться с барменом. Опять бармен. Да что ж ты будешь делать? А если кто помог, там будет это стоять? Прикиньте, блядь, его там никто не помог. А, тут же событие до того, как это. А может, что-то найти можно? Блядь, тут небось какой-нибудь Толик опять лежит, блядь, где-нибудь в шкафу, который вообще пропущу. Ну ладно, пацаны. Опять же, помним. Я прохожу так, как я прохожу. Ну, типа, первый раз, ничего не знаю, естественно, как бы. Блядь, пиздец, смотрите. Слушай, графон-то какой охуенный. Ебать, 2011 год же, да? Или 2010 даже, по-моему. Короче, я не знаю, тут, наверное, ничего пока не найти. Блядь, симпатично, симпатично. Только тени какие-то странные, если честно. Ну, блядь, вот смотрите, а? Бля, я бы охуел в 2000... Я, кстати, в чистое небо не играл вообще. В тени чернобыля играл. Так, короче, я вышел. Оружие убрал, я бы хотел услышать, но оружия у меня нет. Поэтому так, значит, все так же, да? По управлению. Ну-ка. Ух ты, блядь. А это откуда у меня? А, типа, я могу... Не, я не могу достать его, но у меня есть АКМ, пацаны. Вот это начало хорошее. Наемник-шрам. Все, я шрам. Я шрам, пацаны, я шрам. Так. Что у нас тут? Вот, послушайте, мужики. Ну-ка, анекдот? Давай, давай. Бля, одежда у них прикольная такая, да? Так что, послушайте, мужики, встал и куда-то пошел. Вот так задумываешься иногда. Ну, непонятно. Деньги за работу получаем. Братан. Витя Терминат, чего тебе минуту назад благодать, никого не видать? А тут, здрасте, блядь, это я. Ты притаскиваешься. Очень я понимаю... Бля, какое-то пока непривычно, что как-то немножко по-другому... Так, понимаешь, рад этому факту. Что нового в зоне? На кордоне, говорят, сталкеры серьезно вояк прижали. Хотя, баян, наверное... Бля, баян... Ха-ха-ха-ха-ха! Ебать! Да, разве регулярной армии противостоять получится? Что еще? Ну, слышал, на свалке нашли схроны старой техники, оборудование и прочее добро, которое еще во времена аварии 86-го года закапывали. Так, раньше считалось, что все радиация заражена, а сейчас этому добру в зоне цены нет. Вот и поехало. И главное, тут уже бандики активизировались. Контроль над свалкой установили и базу... И базу себе там сделали. Раздевают брата нашего, что называется, до нитки. Что здесь делаешь? Работа у нас такая, да? После выброса работенки прибавилось. Мы вообще бойцы не слишком, но такие времена наступают, чтобы из оружия в руках не уцелеть. Вот и мне ствол из схрона достать пришлось. Скоро много стрелять придется. Скажи об этом месте. Сыро, холодно, воняет постоянно мерзостью какой-то. Что тебе еще рассказать? Как болотная тварь того, кто зазевался на дно утаскивает? Или как человек с головой в трясину уходит меньше, чем за минуту? Да, пока. А торговать можно? Бля, я просто пока привыкаю. Так, у меня есть колбаса. Все, короче, при себе. Это заебись. И 5000 рублей. Так, ладно, бармен, значит, да? Здрасте! Так. Да, холод, да? А музыка, по-моему... А, не-не-не, другая. У того атмосферни, у того барменчика-то играла. Здорово! Бля, музыка как будто из дешевой порнухи играет. О, нормально. Так, да рассказывать-то почти нечего. Группу ученых вел по болотам, потом выбросом накрыла. Дальше ничего не помню. Очнулся уже здесь у вас. Так что ты расскажешь, то и как. Как-то музыка играет громче, чем он говорит. Тогда пей и слушай. Раньше тут куда спокойнее было. Тропики схожи, на места нужные разведаны. Подходы пристреляны. Конечно, болото... Это никуда... Так, а почему музыка громче играет? Это никуда. Было ничего. Так. А как же он дарахнул выброс? Тут последний, самый серьезный. Так спокойно жизнь разом и кончилась. Ребята на каждый выход идут. Богу и черту молятся. Только бы вернуться. Народ у нас кремень. Не захабар голову представляет. И как тебя сюда занесло? Бутылки как собирал. Одна за другое. Так до этого места и дошел. Ну ясное дело, шучу я, старик. Понимаешь? Не нашлось мне места в том мире. Давила меня жизнь. Давила и сюда выдавила. Сперва я в зону попал. А потом к чистому небу прибился. Тут люди нормальные. Тут я нужен. Ребята вон после выхода очередного придут. Я им накапаю малость. Пошучу с ними. Когда прилично. Когда не очень, них и отпустят. Видишь, как просто все. Кстати, кличет у меня холод. Это глупо, да? То, что я переозвучиваю. Просто мне кажется, не слышно его. Как-то странно. А вот это место, ты хоть приблизительно скажи, где мы? Давайте попробуем слушаться. Музыка пиздец. Короче, пиздатые пацаны тут душевные живут. Я понял. И аптечкой последний. Короче, бля, попал я прям куда надо. Вот прям нормальные пацаны. Здесь нормальные ребята. Сколько в зону хожу, никогда не слышал о чистом небе. И как тут у вас все устроено? Знаешь, почему не слышно? Потому что слишком многие хотели бы слышать. А чем меньше народу она знает, тем нам спокойнее. Главное у нас лебедев. Глыба, анима. Так, лебедев главный. А там каланча наш. А, каланча, вот. Головастый мужик знает о зоне столько. Ну, знает в общем. Ага. Еще есть Новиков, техник. Этот из консервной банки пулемет сделать может. И патронов к нему два цинка. Нормально. Эх, запчастей бы ему только побольше. Ну и Суслов. Так, Иисуслов. Ну посмотрим, блядь, какой он там нежмот, блядь. Как Сидорович, нибудь, будет. Закругляйтесь разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, лебедев сказал надо, боец ответил есть. Так что давай, брат, раз уж лебедев тебя ждет. Давай, братан, рад был это, блядь. Здравствуй, пришелец того света. Что ж сказал? Давай, давай. Здравствуй, здравствуй, блядь. Это неопределенный какой-то. Так, ладно. Короче, пацаны здесь добрые. Мне нравится. Душевные пацаны здесь собрались. Так что это самое. Есть о чем. Так, он здесь, да? Здорово. Еще раз. Ну что? Ну как, проветрился? Ну? Выглядишь уже бодрее. Введу тебя в курс дела. Так. Итак, ты находишься на территории базы Чистого Неба. Не пытайся вспомнить. Ты не мог слышать о нас, и это хорошо. Наша миссия – исследование зоны. Мы считаем, что зону нужно тщательно изучить, чтобы понять, с чем столкнулось человечество. Так. Именно в понимании находится ключ к тому, чтобы человек нашел способ сосуществовать зоной. Угу. Ведь если разобраться, зона самая удивительная из того, с чем мы сталкивались за всю свою историю. Так, ну-ка, дружище Лебедев, расскажи, почему вы скрываетесь? Я уже говорил, мы исследователи. Мы пытаемся понять природу зоны. Установить причины ее появления. Сформулировать законы, по которым она существует. Мы не думаем об обогащении. Не ищем поля артефактов. Не пытаемся выяснять отношения с другими группировками. Именно поэтому мы спрятались посреди этих болот и сосредоточились на исследованиях. Мы сильны не боевыми навыками, а знаниями. Знаниями о зоне, которые мы накопили за многие месяцы исследований. Сегодня мы знаем о ней гораздо больше, чем сталкеры и официальные власти вместе взятые. Угу. Все складывалось в понятную картину до тех пор, пока несколько дней назад не грянул большой выброс. А что в нем было такого необычного? Ведь и раньше были выбросы. Нет, этот выброс был феноменальной силой. Так сказать, вне категории. Настоящий ураган, который проутюжил всю зону и перекроил ее. Изменилось все. Разведанные и относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями. Зато появился доступ к местам, которые оставались закрытыми годами. Даже самые матерые сталкеры уже не уверены, какая аномалия ждет их по дороге. Или на какую тварь они там нарвутся. А еще в зале... Озвучка приятная, да? Люди. Это сразу, мгновенно. Выброс не только изменил карту зоны, но и разрушил баланс между группировками. Началась война за контроль над территориями. В общем, много произошло странных вещей, и я пока не могу до конца понять степень этих изменений. Впрочем, после выброса прошло всего несколько дней. Но самое странное, то, что тебе удалось после этого выброса выжить. Знал бы, как выжил, обязательно бы рассказал, но я ничего не помню. Понятно. Чем я могу тебе помочь? Уйти... Уйти хочу потрепать. Чё, потрепать меня потрепало, но руки-ноги целы. Как вообще выбраться отсюда? Выбраться отсюда очень непросто. Бля, заебись. Вот так вот, всё, блядь. Короче, завербовали меня, да? К чего ты клонишь? Знаешь, в последнее время нам приходится очень туго. Выброс ослабил аномальную активность на болотах, и сюда набежало столько бандитов и прочего дерьма, что, глядишь, завтра с утра их лагерь будет прямо у нас под носом. Мы бойцы не очень, поэтому пока сдаём позицию за позицией. А вот ты другое дело. Ты спец. Это сразу видно. Твой опыт может сохранить жизнь многими знаниями. Ой, бля. Всё, хватит разговоров. Опа. Случилось ещё одно нападение на форпост. Помоги отбить его. Там сейчас, между прочим, кое-кто из тех ребят, что тебя нашли. Ещё не забыл, как выживать? Смуту припоминаю. Тогда быстро к торговцу. У него получишь минимальный комплект снаряжением. Отлично. И давай сразу к форпосту. Как выйдешь за территорию базы, прислушивайся к моим советам. Понял. Так, ну всё, давай, братан. О, нихуя. Суслав, сейчас у тебя будет боец. Суслав или Суслав в итоге? Суслав. Владислав. Пацаны, 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 пацаны. Как пройти к этому самому? Сюда, что ли? О, здорово, бля. Вот молодец, живой пришёл. Хе, ну а ты как думал? Я тебя видела. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения... Хуя себе базовый! Слушай, спасибо. А, спасибо, у вас тут что, постоянно какие-то такие напряги? У меня приказ выдать тебе снаряжение. А все расспросы потом. Дуй к ребятам. Ого, рванул. Так, чё, всё? Оружие при мне? Чё у меня теперь? Ебать! Так, F6 на всякий случай. Не работает? Не понял. F6 не работает? А как я играть-то буду? F6 не работает, пацаны. Да-эээ. Ну такое. Так, а чё, пушку пока не могу достать? Смотрите, не даётся. Так, ну чё, братан? Нужно что, сталкер? Если чё, мне нужно, блядь. Я помогать вообще-то пришёл. Ну чё, готов идти к фарпосту? Ну, блядь, а какие варианты? Подожди, стоп. Подожди, стоп, стоп, стоп. А что я ещё могу сделать? Толика я не найду точно. Если он тут где-то... Да, короче, я готов, да. Да. Хорошо, я завяжу тебе глаза на время готова. Заебись. Сам понимаешь, дорога на базу должна остаться тайна. Спасибо, братан. Очень, очень добр. Очень добр. Прям вообще максимально, блядь. Ух, ебать. Нихуя приятненько. Так, АКМ знакомый. Всё? Так, подождите, а получается, ну-ка, стопэ. Стопэ, стопэ, стопэ. А чё мапа не открывается? Чистое небо. Типа, я, короче, сам туда не пройду, что ли? Еба. Нихуя себе. А-а-а. Кхм-кхм. 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 Мапа не открывается на М. Понял. Так, всё остальное поклассить. Кхм-кхм. 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 небо и нечистый пацан а чё такая хуйня не работает что типа если я 6 не работает что ли для 6 работали не вы как я буду играть без f6 да пацаны что тут аномалии вообще дохуя по он да здесь пизда рулю здесь нормально не ну в целом то можно конечно так детектора так понимаю это то что у меня снизу справа теперь для связи худ как удобно да как раз под мою эту сам под мою веб q под ее расположение так то тут и башется кстати но артефакт я не знаю вот о них сказал конечно но типа я пока не вижу они будут подсвечиваться также как в тени чернобыля или здесь как-то по-другому но он сказал про детектор просто а шо у меня хп-то блять угасай да не понимаю блять такое блять если честно ну блять но нет сы опять кабаны блять ческа хуесосы кровососы пойдут тут стреляла не понимаю это вышка f6 не работает пацаны то есть не типа надо будет вот так что ли сохранить игру фаст сейф там что-то клик был ну ладно выжить может настройках есть я не смогу как это так где присесть оружие оружие убрал где f9 а из 5 и какой mouse 1 блять ага f6 f7 вот это нашу пацаны артефакт 7 а что можно артефакт отдельно в руки как-то взять как выжить у меня этот огонь сбился да все применить так ну-ка так проверяем f6 на всякий случай вот нормально по нашему f9 пишут в шесть на всякий случай они в 9 на всякий случай даже не звучит так какой-то там у ебан стреляет блять я не понимаю он свой даже ну-ка сутку и на семерку типа артефакт можно будет болт кто это такой блять он нейтральный вообще как бы общем красным горит или красным от неон горит кого-то отстреливаешься брата за хуярил кого-то и его типа я что могу он мне скажет ты пизда ты чувак даже давай подожди полутаться хочу блять лады а ты блять тихо 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 они сами зайдут же не вряд ли так где вход на вышку то блять с той стороны так подожди стоп 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 пока я могу здесь как раз об так бинты бинты патроны а дробовик у меня сейчас будет так что надо как-то наебать этих самых f6 на всякий случай перезарядка чё бегу давай 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 а это не хп это и это хп у меня братишка у меня проблема подожди блять это реально хп моё такое блять пацан откинулся просто на ровном месте костя блять дезертир ты чё брат ты как братанка это хуйня происходит а чё откинулся-то сразу ну ахуена блять аптечку заюзал уже а чё хп-то у меня так вернуться на базу отменено чего блять это хп-то лебедев это чё за флешбеки блять братан ты куда меня это самое э лебедев не лебедев а почему лебедев там лебедев чё случилось то смысле я только что я чё за чё чё такое лебедев ты снова выжил после выброса я уже почти не удивляюсь этому ребята подобрали тебя недалеко от вышки когда все улеглось да каланча абсолютно прав то что происходит с тобой не поддается научному объяснению он утверждает что ты получил некие ну скажем так необычные способности ты выживаешь при такой аномальной активности которая других буквально расщепляет на атомы к тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстёгивает показатели приборов зашкаливают впрочем не обращайся вот тебе ложка дегтя с каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает если это разрушение не остановить попросту погибнешь нет конечно заебись я только блять начал там какой-то какой-то блять пацанчиков от костян вместо толика нашелся и он сразу просто его откинула от выброса я опять оказываю ну ладно допустим выброс происходит так часто выброс представляет собой выход накопившейся энергии зоны разрядку на то что происходит сейчас простой разрядкой и не объяснишь мое мнение таково частые выбросы не что иное как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу своего рода реакция иммунной системы сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально зона терпит присутствие человека в одних местах и запрещает проникать в другие и вот тот что находится за выжигателями дальше в центру табу доступ сталкером туда закрыт мне кажется что последнее событие в зоне связаны с тем что кто-то нарушил это правило и проник за выжигатель мозгов это как раз стрелок что ли туда проник типа или чё кто кто-то проник за выжигатель но чем это может угрожать зоне трудно сказать чтобы ответить на этот вопрос нужно знать что находится в центре зоны одни говорят там находится монолит другие исполнитель желаний третье более приземленные бредят полями редчайших артефактов я был там на станции еще молодым специалистом а вот что там сейчас не знаю могу сказать нам выжигатель появился в зоне не зря он закрывает доступ к центру зону человеку нет пути за выжигатель мозгов разве есть возможность пройти в сжигатель пусть даже теоретическое до большого выброса я считал что нет да и все так считали однако если расценивать выбросы как защитную реакцию то вывод может быть только один кто-то проник за выжигатель и в ответ на это зона выдала выброс этот человек или люди все еще живы раз выбросы продолжаются так это стрелок да там хуярит как раз покажется при этом убивает все живое чем опасно такие частые вылезная зоне много рассказать могу пока не все некоторые вещи тебе придется принять на веру видишь ли любая система должна функционировать в равновесии сейчас зона нестабильна и нестабильность это постоянно нарастает если часто и выбросы не остановить зона расшатается настолько что случится новая катастрофа собственно мы подошли к основной задачей которая стоит перед чистым небом мы стараемся предотвратить катастрофу превратить катастрофу у вас нет сил даже отбиться от бандитов а мы знаем как предотвратить катастрофу и остановить выбросы я буду помогать соответственно завидная уверенности ну и каков план очередь нужно выяснить кто был в центре зоны и остановить их любой ценой а почему ты расскажешь все это именно меня от обои зона есть какая-то странная связь с одной стороны каждый новый выброс постепенно убивает тебя с другой ты выживаешь в таких условиях в каких остальные погибают интуиция подсказывает мне что эти твои способности ну дар проклятие называй как хочешь так вот твои способности позволят тебе пройти там где любой другой не сможет это сделать в принципе да чистый пацан нужно действовать очень быстро не уверен что хочу лезть самое пекло почему должен участвовать что ты спросишь об этом ответ прост если не остановить выбросы твоя нервная система выгорит и ты погибешь поможешь нам спасешь себя заебись наверно это звучит как в дешевом кино но у тебя действительно нет выбора отличная перспектива ну так что поможешь нам заебись типа я могу отказаться и проходить что я не понимаю ну да помогу слушай внимательно так подняли все наши контакты и связи в зоне есть информация что один сталкер на кордоне интересовался у сидоровича очень странными деталями это пока я я правильно понимаю да догадываюсь что сейчас типа получается это за полгода события это получается конец 11 года там был май 12 как раз получается стрелок доходил до выжигателя потом из ему настал пиздец он вернулся к сидоровичу опять без памяти мы проходили тень тень чернобыля а это получает события которые были до того момента когда стрелка опиздюлила то есть до вот этой хуйни всей или нет или это вообще с стрелком никак не связано типа вот к сидорович как раз приходил один сталкер ля-ля-ля так это было достаточно как не упасть на кордон естественно через болото заебись я тебе уже говорил после выброса подновали во всякой мрази и теперь она контролирует здесь почти все у вас они я не драматизирую так что мы должны вернуть себя контроль над болотами прежде чем попытаемся вывести тебя к кордону думаю мы справимся с твоей помощью понял ну что я могу сказать значит открываем кпк получить награду о фига то тут как-то проще все смотрите отправиться по спроводником на болото все очень изи понять получить награду что пусть наград получить награду какую награду там же сразу наград получить война группировку вот по-любому я уже чувствую что мне вот будет вот в этом плеть сложная так количество отрядов ваш игру какие-то дегенераты количество отрядов вражеской группировки количество ресурсов раз короче это какая-то а вот эти деньги ренегаты это это кто потом узнаю да наверное просто раньше полез куда-то статистика ебать ренегаты враги stalker и бандиты какие-то короче история сообщений так это понятно полезно можно так вам такого а 10 сентября 11 года все понял осень короче так ребят чё могу сказать судя по всему мы уже сразу отправляемся на кордон и нас должен провести проводник давайте сделаем я думаю что как я сделал в первой части тени черном братан ты уснул что опа постой постой попасть на болото или попасть на болото легко наши прореки тебя выведут но если еще и собираешься там выжить то тебе стоило бы разобраться в нынешнем положении вещей в частности в новых возможностях своего кпк так что если они тебя вдруг интересуют спрашивай так шустрый ну-ка подожди-ка какова тактическая ситуация если у словах полная заняться нашим бойцам не удается удержаться болото бандитами смысл и постоянных сезда дорогого слишком много сейчас нужно сделать для контроля над болотами сократители депротивников по образу говоря по возможности избавиться от тех кто стреляет в нас иначе наш шанс остаться в болотах на болотах хреновые что здесь делаешь пытаясь немного отдохнуть собираю воедино информацию которую мне сбрасывают ребята консультирую нашего доблестного лидера понимаешь мы проводники глаза и уши чистого неба на болото расскажи про возможности моего кпк вот твой главный проводник раздел задачи здесь отображается твое основное я понял да а также выбранное дополнительное задание дополнительных заданий может быть несколько прокручивать их список можно при помощи этих кнопок как правило места выполнения заданий отображаются на карте за исключением редких случаев когда цель задания невозможно локализовать нам понадобится у него помощь не только в бою с врагом но и в захвате ключевых позиций в подобных ситуациях очень важными ценным может оказаться умение хорошо прикрыть бойцов пока не занимает точку кстати советую не игнорировать призывы о помощи и действительно можешь спасти чью-то жизнь при наведении на отметку на карте ты получаешь дополнительную информацию кроме меток заданий на твоей карте будут также отображаться позиции дружественных отрядов и координаты замеченных противников на просто нет ты понимаешь наша основная задача контроль над болотами а значит война с ренегатами в этом разделе ты в любой момент можешь найти полную тактическую информацию о ходе военных действий слева отображается информация группировки в которой ты в данный момент состоишь как видишь это чистое небо то есть мы с правой системы об основном противники так дегенераты основные противники нашего боевого потенциала здесь указано количество наших бойцов на текущий момент а здесь уровень нашего материального обеспечения хуё у нас аналогичные индикаторы существуют и для нашего врага такое блять наконец в этом поле ты сможешь увидеть текущую стратегическую цель а также тактические задачи которые нужно выполнить для ее достижения внизу будут отображены выполнены стратегические задачи не бать сложно вот это вот реально сложно и сможешь узнать о своих текущих отношениях со всеми группировками а также боевой потенциал каждой из них кроме того здесь же указано твоя личная статистика вот собственно и все для красава шустрый пояснил просто вообще нормально все теперь тут принципе все понятно реально что ты можешь не предложить найдешь глухаря по этим координатам из его рюкзака заберешь то что тебе причитается и сколько мне это будет стоить а типа дополнительный квест давай сотка что там все таки лежит блять там хоть хуйня хуйня и да да возьмем давайте возьмем давайте возьмем согласен так парашютист тогда разбрасывать координаты потерь а засу а нихуя я думаю блять я найду принесу ему типу за сотен блять а он еще сотку меня взял ладно тогда пока все давай братан шустрый ты там это не хворай все хорошо так нас получается теперь у нас да соответственно карта захватить насосная станция получить награду это у нас подожди а почему награду получить если и за что блять отправиться проводников на болото это я понял получить награду флешка с данным место чего необходимо захватить и держать своим контролем насосную станцию это короче доп да а это получается желтеньким этом так вы же насосная то есть вот это вот получается я выбираю не стопа вот этого вот это красная основное желтое это побочка захватить нас я не вообще получить награду короче ребят следующей серии будем захватывать насосную станцию судя по всему там надо будет про я понимаю там же взял это что такое блять ну-ка стопа вот допустим я выбрал вот это что дальше у него что ли получить награду за что блять возвращение ну здравствуй гость заморский с чем пришел с другим кошельком али с вещью какой диковиной не всем не с другим стрелять попал в бару ею пустой совсем все мое добро да слыхал твою историю думаю главное что жив остался а добра еще наберешь если зоне понравится так что будем торговать или есть какие-то вопросы есть есть и смотри даже здесь на болотах такой скрещенной конторе нашлось место торговцов это у смерти как не вертись ни 15 минут жизни ни запасной магазин никуда а торговцы везде нужны даже в зоне на болотах под поле это ведь только кажется что зона на замке и вояки все ходы-выходы перекрыли но артефакты и образцы редкие и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру да и ваш брат сталкер всегда с консервами водочкой боеприпасами да снарягой позвонить то все это обеспечивает вот туда это тебе не диски на петровке продавать схема ведь какая отсылка к тому времени все начинает работать все счастливы как вы торговцы между собой шутим даже у человека наставившего на тебя автомат этот автомат можно попробовать и выкупить понятно только мне кажется что у тебя здесь торговли не густо знаешь как надоело мелочами заниматься обычных артефактов их же как семечек а самые жирные ну конечно ты как думал уникальное себе будут забирать что такая бедность может сталкеры уже все выбрали попасть бы за выжигатель там говорят за раз на всю жизнь можно набрать артефактов я не веду принципе при наших теперешних возможностях и связи торговцам давно объединиться пора и найти способ ну не вам одним туда хочется так есть вот для меня получен о задание выполнено получить то хорошо что там по вот она награду флешка так я нахуя нет флешка хочу тебя лачить чё у тебя есть блян такое не густо блять не торга я ничего не хочу у него покупать так подожди стопа то есть получается у меня друзья вот эта флешка то нахуя на мне сделано из многослойного кевлара хорошо чего блять это что блять флешка работает как бронежилет я правильно понял или я совсем тю тю так а детектор отклик им как пользоваться вообще короче ребят остается пока много вопросов в 6 на всякий случай как говорится и следующей серии мы будем выполнять насосную станцию то бишь захватывать ее чтобы получить там какую-то награду то что я выбил из правильно я понимаю да это вот это вот я у этого как его завалит шустрого выбил инфу что там какая-то хуйня интересная вот а после этого отправляемся с прудником на болото то бишь через болото к сидровичу на кордон я правильно понимаю правильно поэтому ребят буду рад вашим подсказкам огромное спасибо всем за просмотр оценивайте видосик подписывайтесь на канал что тут впервые не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео оставляйте ваши комментарии до новых встреч всем удачи и всем пока пока друзья